Друзья, всем привет! А в этом видеоролике мы с вами будем проводить эксперимент над отечественным производителем LADA. Ну кто из нас не хотел бы купить новую машину с хорошей скидкой, да еще и подарками? Хотел бы каждый. И вот в этом сюжете у нас будет два развития событий. Первое, мы доедем до официального дилера, у которого я попрошу сделать расчет на кредит. Кредит у официального дилера я попросил рассчитать с первоначальным взносом 50%. Почему? Досмотрев до конца, вы узнаете хитрый ход блондина. В первую очередь данный сюжет будет полезен для жителей регионов. Особенно для тех, кто думает и верит до сих пор, что Москва-то город большой, город богатый. Там салонов много, там уже по телефону и скидки делают, и подарки делают, да еще и дорогу оплатят. У официального дилера LADA Vesta Sport стоит 1 101 000 рублей. Но в интернете можно найти дилеров, которые предложат точно такую же машину за 695 тысяч рублей, да еще и дадут подарки. В чем подвох? Сегодня будем разбираться. В общем, досмотрев данный сюжет до конца, вы узнаете, как выглядит самый настоящий обман. Как выглядят вот эти сказочные обещания. И вы увидите, что такое настоящее, честное предложение от официального дилера. На данный момент мне самому интересно, что сегодня получится. Не размазывая кашу по тарелке, у этого ролика есть спонсор. Буквально пару минут о нем, после чего мы переходим к основной теме выпуска. Друзья, за моей спиной новенький Audi e-tron. Эту тачку реально можно назвать пушечной с точки зрения цены и оснащения. Но у этой машины реальной пушки нету. А знаете, где есть порох и реальные сражения на танках? Конечно же, в игре World of Tanks. Тихим зимним вечерком меня эта игра иной раз прям реально затягивает. Эта игра очень популярна по всему миру. По мне, так она уже стала классикой. Игра имеет свои преимущества и особенности. Чем и цепляет. Много боевой техники, захватывающие бои, разнообразные карты. Хочешь заснеженный город? Пожалуйста. Хочешь пустыню или лес? Получи распишись. Еще в игре есть глубокая прокачка техники. Графики здесь просто шикарные. Да и танки настолько детализированы, что реально входишь в кураж и у тебя захватывает дух. Прямо сейчас в игре проходит новогоднее наступление. И там будет множество подарков. В числе немецкое премиум ПТ-САУ 4 уровня. Ты можешь нарядить елку прямо в танковом ангаре. А настоящие снегурки в этом тебе помогут. Можно заработать множество призов и быстрее прокачать желаемые танки. А еще отдельная приколюха. В игре появился специальный гость. Чак Норрис. Только если ты докажешь ему свою крутость, он станет командиром твоего танка. Если не пробовали играть или играли, но забросили, то скорее ныряй в игру. Потому что как раз сейчас при регистрации по ссылке в описании новички получают бонус. 400 тысяч кредитов. Легкий премиум танк Т2ЛТ и неделю премиум аккаунтов. Заходи в игру и вступай в бой. Ссылочка ждет тебя в описании. Очень часто люди, которые хотят купить себе новый автомобиль и делают это впервые. И обращаются за поиском в интернет. Не знают, как сделать первый шаг. Если они хотят найти официального дилера, они так и пишут. Например, Lada официальный дилер. Kia официальный дилер. По такому принципу. И первым делом попадаются на первый ключок от мошенников. Потому что всплывает первая реклама неофициальных дилеров. А вот так вот, ребята, все зашифровано выглядит. Среди данного списка есть действительно официальные дилеры. Есть официальный сайт. Но есть и серые дилеры, где вас жестко кинут. Как что? Дальше все подробно расскажу, покажу. А проверить, в реале ли дилер является официальным, очень легко. Вам достаточно в нашем случае открыть официальный сайт Lada. Lada.ru. Заходим сюда. Заходим в раздел официальные дилеры. И видим карту. И вот именно эти дилеры, которые представлены на этой карте, являются официальными. И только с ними и нужно работать. Что я делаю? Пишу в поисковой строке официальный дилер Lada. И вот они вылетают объявления. Заходим на один из таких сайтов. То, что мы видим Lada Vesta Sport от 695 тысяч рублей. Вот это вот действительно крутейшее предложение. Вот еще один такой, в кавычках, официальный дилер. Я умышленно скрываю все их логотипы, названия, адреса телефона. Почему, спросите вы? Да потому что найдутся среди зрителей те, кто мне не поверят. Но поверят им. Они им позвонят, им скажут, приезжайте, конечно, это все правда. Все сделаем в лучшем виде. Человек приедет, его откровенно кинут, он хапнет горе, но об этом потом никому не расскажет. По сути, на 380 тысяч рублей машина дешевле, чем на официальном сайте Lada. Вот давайте позвоним и спросим, как так и на каких условиях. Здравствуйте, вас привет. Добрый день, дедушка Центр из отдела продаж, менеджер Алиса. Как могу вам обращаться? Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Будьте добры, с менеджером продажа соедините. Хотела пообщаться. Я с менеджером продажа, слушаю вас. Алиса, здрасте, с Воронежа вас беспокоят. Я там нашел у вас объявление интересное. У вас Lada Vesta есть, там чуть ли не за 695 тысяч. Я хотел спросить, это какая комплектация? Первая, которая или с мультимедией? Сейчас я вам скажу, сейчас я вам скажу. Так, 600, сколько еще раз? 695 написано. 695. Это будет идти, да, первая комплектация, она идет, классик. А машина какого года? Это 20-й год. А она в наличии у вас, если мы, например, на выходных будем билеты покупать? Так, она стоит, да, в белом ледниковом цвете. Ну, цвет устраивает полностью. Да, она в шалоне стоит. Я могу ее на вами, за вами, на бронь поставить. А, смотрите, вопрос такой, а вы никакие там подарки, там, шины зимние сейчас не даете? Подарок, комплект зимней резины, да, коврики, каска на год. И так как вы из региона, мы компенсируем проезд еще в нашу сторону до 10 тысяч рублей, потому что мы в Москве находимся. А это как? Ну, вы сохраняете чеки на бензин для билета на поезд. И сколько вы потратили. И в день покупки вы нам деньги даете? Да, да, вы покупаете автомобиль, предоставляете чеки, сколько вы потратили, мы вам эти деньги обратно возвращаем. Так, ну это я получается, сейчас тогда с женой согласую, мы тогда получается, как, 700 тысяч условно берем с собой, приезжаем, машину смотрим и уезжаем. Да, да. Ну, никакие... Я думаю, сейчас визитку он отправлю на ваш номер с телефона. Да, никакие трейды на же вам ничего не нужно, правильно? Мы просто приезжаем. Нет, нет, это просто наличка. Да, 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 просто наличка. Я понял, все, хорошо, спасибо большое, тогда направляете, сейчас пришлю. До выходных, ага, до свидания. Все, доброе. Если подобным дилерам начать задавать вопрос, а откуда такая цена-то, нифига себе, на 380 тысяч дешевле, чем везде, то вам начнут на уши вешать хурму и серии. Один из дилеров закрывался, мы у них выкупили машину на еще более выгодных условиях, и поэтому сейчас можем ее продать по такой низкой цене. Либо же у нас осталась последняя машина, нам срочно нужно ее слить для выполнения плана. В общем, любые ответы для того, чтобы вы поверили, что вам повезло, и все нужно бросать и ехать ее забирать. Либо ее купит кто-то другой. И самое удивительное, что на конец 2020 года огромное количество людей в это верят, потому что у подобных дилеров большие помещения, там аренда, там большой штат сотрудников, всем нужно платить, и они все прекрасно существуют. У подобных дилеров я был еще 12 лет назад. Я даже снимал историю о том, как мой сосед купил Логан, который стоил 450 тысяч рублей на тот момент. По цене там чуть ли не миллион двести. Поэтому специально для людей, которые склонны верить в подобные шикарные предложения, я и делаю вставку. Даже сейчас, смотрите, я вывожу на экран вторичку. Посмотрите, 2019 года Веста, два автомобиля продается от собственников с пробегами примерно 43-45 тысяч километров. Они продаются по цене в среднем 860 тысяч рублей. Годовалая тачка с пробегом, а здесь новая машина по цене 695 тысяч, да еще и подарки дарят. В общем, делаем подвод к тому, что это развод. Как будет разводить, давайте расскажу. Как вас будут обманывать? Обычно уже все привыкли, что если такое шикарное предложение есть, то, как правило, цена озвучена при условии трейд-ин, при условии кредит, при условии покупки каска, при условии покупки доп. оборудования. Но здесь же человек прямо отвечает, нет, нет, цена обозначена за наличный расчет. Что будет происходить? Вам могут показать подобные автомобили, сказать, вот машина, вот цена, договор вам покажут. Вон там касса, вы думаете, ну ничего себе, все совпало. А дальше происходит самый наглый обман, с которым вы столкнетесь в своей жизни. Вы заходите в кассу, оплачиваете, а после выясняется, что это была лишь первоначальная сумма взноса. А всего вы за автомобиль должны отдать 1 миллион с чем-то. Как правило, цена будет гораздо выше, чем цена у официального дилера. Таким образом, когда вы скажете, ну вы же только что говорили, вам скажут, читайте ваш договор. А в договоре уже будут совсем другие условия, то есть вам его могут запросто подменить. Если вдруг в процессе вы что-то будете замечать, вам могут просто-напросто дать пинка под жопу и сказать, вон там дверь, до свидания. Суть одна, у этих дилеров вас вести в заблуждение и обмануть. Соответственно, когда вы увидите тоже совсем другие цифры, и вам еще нужно доплатить большую сумму денег, вы скажете, я не хочу покупать эту машину без проблем. Вам покажут пункт в договоре, на основании которого, если вы сами расторгаете сделку, то вы платите неустойку в размере 100, 200, 300 тысяч рублей здесь и сейчас. Таким образом, зайдя в салон и выйдя из него без автомобиля, вы выходите также без ваших денежек. Поэтому, ребята, в чудеса верить не нужно. Если ваш друг рассказывает, что он собирается в Москву, ему все оплачут, подобную историю, за руки его хватайте, ни в коем случае не отправляйте. Уедет, хапнет горе, приедет домой, будет расстраиваться. А далее я уже созвонился с официальным дилером и договорился о встрече для того, чтобы посмотреть, что предложат за наличный расчет. И больше всего меня интересовал вопрос, что предложат именно по кредиту, потому что у официального дилера именно здесь может быть зарыта собака. Собственно, все, я на месте. Смотрите, микрофон, все оставляю здесь, потому что, ну, понятное дело, сейчас зайдешь с камерой, и это ни к чему хорошему не приведет, съемка запрещена и так далее. Факт в чем, друзья, иду показать вам реальность. Не более того, никакой задачи мне там засрать дилера или похвалить нету, я хочу сделать все объективно. Что из этого получится, вы сейчас сами все увидите. Здравствуйте. Менеджер по продаже, у вас есть Александр. А что мобиль у вас есть? Лада Веста. Так, с автомобилем вы знакомы? Ну, в целом, да, у меня по комплектации, по цене и по кредиту. Если можно, дайте, пожалуйста, какую-нибудь ручку и от листья запишу себе. Да, я могу, в принципе, проспечататься, все, я помню. Ну, если можно. Спасное колесо, органайзер, и все необходимое для замены спасного колеса. Все есть. Вот эти вот это ржавеют, как такие, что ли, или что-то? Нет, это антикорр, видимо, на ржавчину. Кузов оцинкованный, ржавить мне нечего. Точно? Это же тесты в автомобиле, либо липа упала, скорее всего, кстати. Липа? Ну, да, знаете, из дерева липкая штука падает. Липа она вроде надавается. Ну, да. Похоже на то, да. А я просто смотрел видео, там человек выкладывал, говорит, это на Kia K5. У них такая тема идет, ржавее багажник. Странно, на самом деле, потому что кузов оцинкованный. Время делать выводы. Я получил предложение, все посчитал, весь разговор записал, машину посмотрел. Вот давайте обо всем по порядку и поговорим. Ну, первое, я задаю вопрос менеджерам. Слушай, а будут ли какие-то дополнительные услуги при покупке автомобиля за наличку? Что-то купить, не купить? Он говорит, нет, никаких допов мы навешивать не будем. По причине того, что Vesta Sport на механике, машина специфическая, и особо большого ажиотажа спроса на эту машину нет. Да, их, в принципе, разбирают, но лично, говорит, вам, например, навязывать никаких допов не будем. Подчеркну, в этом салоне никто меня никак не узнал. Менеджер со мной общался, как с обычным клиентом, с подозрением на то, что я эту машину хочу купить. И вот смотрите, как это предложение нужно разбирать. Цена автомобиля 1 миллион 089 тысяч 900. Плюс сюда же мы добавляем 12 тысяч рублей, если вы хотите выбрать какой-то цвет металлик. Далее, он говорит, если вы будете покупать машину в кредит, то мы вам сделаем, конечно же, дополнительную скидку. Первое, 30 тысяч рублей это от банка, и 40 тысяч рублей это от нашего салона. Итого, 70 тысяч рублей мы делаем вам скидку. Таким образом, машина получится по цене 1 миллион 31 тысяча рублей 900. Да, друзья, это Vesta Sport в комплектации. Люкс, без мультимедии, подчеркиваю, с мультимедией она была бы еще дороже. Для меня скидка за кредит это всегда сомнительно. Конечно, есть ситуации, где действительно есть кредит ради скидки, и там прям можно сэкономить. Сколько сэкономишь, все всегда индивидуально. Что же получается здесь? Казалось бы, 70 тысяч рублей. Смотрим, какие расчеты. Я говорю, давайте посчитаем кредит на 5 лет с первоначальным взносом 50%. Для того, чтобы проще было и мне потом посчитать, и вам точно так же рассказать. Первоначальный взнос 50% это 515 950 рублей. Он рассчитывает ее под ставку, друзья, внимание, 14,8% при том, что в кредите уже будет страховка жизни. При этом он пишет на листочке, что страховка жизни будет. Я задаю вопрос, какая сумма у нас общая кредита получается. Он мне несколько раз говорит, что это все примерно, это все примерно. Общая сумма у нас получается в кредит 595 тысяч рублей. Таким образом, мы, получается, берем кредит на 80 тысяч рублей больше, чем сумма. Сюда, собственно, зашита эта страховка жизни и сразу зашита примерно каска. Каска посчитали по цене плюс-минус 25-30 тысяч рублей. Таким образом, я вам просто расшифровываю всю вот эту писанину. Как бы скидка 70 тысяч рублей есть, но ее нету. Потому что она перекрывается страховкой жизни. А каска перекрывается тем, что вы берете кредит под очень высокий процент. Если отказаться, он говорит, там ставка будет 16-17%. Друзья, а теперь мы переходим к самому интересному. Помните, в самом начале видео я сказал. Кредит у официального дилера я попросил рассчитать с первоначальным взносом 50%. Почему, досмотрев до конца, вы узнаете хитрый ход блондина. И вот в чем же это заключается. Днем ранее я просто пошарился по официальному сайту и увидел вот эти расчеты. Где при первоначальном взносе в 50% сумма к взносу 544 тысячи 950 рублей. Это сумма, ребята, внимание, без учета каска. Я сюда закладываю 25 тысяч рублей и пусть у нас получается общая сумма 570 тысяч рублей. Посмотрите вот на эти ставки. Максимальная ставка у меня должна быть 9%. А у банка у одного она может быть аж 6,6, где мои условия совпадают. Мне делают предложение с учетом каска и СЖ. И в чем же получается разница? Смотрите, расчет у меня должен быть 11800. Вот эти цифры я вам сейчас вывожу на экран. Разница примерно 2200 рублей в месяц. 2200 я умножаю на 60. Разница, ребята, 132000 рублей из вашего кармана могут вылететь, если только вы не придали этому значения. И сейчас во время монтажа я вижу, что есть ряд существенных нюансов. Тот расчет, который предлагает менеджер со страховкой жизни и каска, по официальному сайту ставка должна быть 6,6%. Если отказаться от страховки жизни, менеджер сказал, что ставка возрастет еще выше. Она будет там 16 с чем-то процентов. А страховку какую вы там говорите? Страховку жизни что ли? Да, там жизнь здесь 50 тысяч. А если отказаться от нее? Можно отказаться просто процентом. Ну а сколько будет процентов? У нас там где посмотреть? На район 16. Без страховки? Да. Если же я смотрю свои расчеты, только каска и сумма долга, получается ставка должна быть 9%. В любом случае здесь одно понятно, что расчеты, которые предлагает менеджер, крайне невыгодны с точки зрения переплаты. Но я всегда стараюсь быть объективным. Зачем мне сейчас на него наговаривать и говорить то, что он меня хотел обмануть? Человек, возможно, мог ошибиться. Зачем гадать? Давайте позвоним ему и зададим этот вопрос напрямую. Алло. Алло, Александр, добрый день. Да-да, здравствуйте. Дмитрий, я у вас вчера Лазду Весту спорт считал в кредит, помните? А, да-да, помню. Александр, такой вопрос, смотрите, я посмотрел расчеты с супругой, так говорил. Я вам такую картину, что, допустим, мы рассчитываем с вами 50% на 5 лет. Кредит. Тут должна быть ставка 9%. Ну, там ставка маркетинговая. Вот, она достигается за счет скидки. Там у вас с этим расчетом идет. То есть, допустим, у вас процентом, ну, грубо, там, 12, да, со скидкой у вас там переплат становится меньше. И пересчитывают типа на процент. Вот, то есть, по факту, такие скидки... А там не на каждую скидку он рассчитывает без скидки. Он берет просто сумму машины, делит пополам. Я посмотрел, 544950. Это получается 50% ровно от цены автомобиля. Я на калькуляторе посчитал расчеты. Ну, таких ставок не бывает. Ну, то есть, то, что на сайте официально написано, это получается неправда? Ну, просто это не так напрямую работает, как, собственно, кажется. В итоге ставки 9% у меня не будет? Нет, не будет. Я понял. Один из частых комментариев в отношении неофициальных дилеров, когда люди жалуются, как их обманывают, это то, что в интернете пишут, ставка будет 3%, приезжают, а вживую она 23%. Вот вам, пожалуйста, официальный дилер, производитель. На сайте у себя пишут 6,6, приезжаешь к дилеру 14,8. Это официальный дилер, и это самое главное, вдумайтесь, отечественный производитель, это наши машины. Нам там рассказывают, ставки будут ниже, нужно делать помощь населению, кредитование, какие-то госпрограммы, а здесь какой-то внятый ответ, ну, это как бы маркетинговая ставка. Маркетинговая ставка равно на и полову. Так получается? И хочу сразу отметить, что непосредственно к менеджеру Александру у меня претензий вообще ноль, потому что это просто менеджер по продажам. Как ему руководство сказало, как его обучили продавать, так он и продает. И вот вам простая, невыдуманная жизненная история. Ехал по Москве, официальный дилер зашел посчитать. На официальном сайте одни условия, у дилера другие условия. Дилер говорит, что врет производитель. Если позвонить производителю, он сейчас скажет, да вы что, езжайте к дилеру, они должны по-другому считать. Может такое быть? Может. И вот начинается этот футбол. Бегай, доказывай, что ты не индюк, добивайся своих условий, при том, что ты несешь им денежки свои. Ты берешь кредиты, будешь их еще кормить. Соответственно, друзья, вот чему надо детей учить в школе, чтобы они знали, как покупать автомобили в кредит, как брать в рассрочку телефоны, телевизоры, как покупать квартиру в ипотеку, чтобы люди знали, что считать, чтобы они понимали, откуда какие цифры берутся, не давали себя обмануть. На самом деле, эта тема очень легкая. Когда ты маленько ее изучишь, ты будешь понимать, так, 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 вот эти цифры сравнил, все, задал вопросы, либо тебе делают пересчет, либо до свидания, пошел искать наиболее выгодные условия. В любом случае, здесь выводы делать только вам. Я вам дал развернутую информацию, думайте, взвешивайте и принимайте решение. Таким образом, из всего увиденного и услышанного сегодня я делаю следующие выводы. Не верьте вы в чудеса, что где-то там в Москве есть замечательный салон, где цена будет очень низкая. Это все развод. По телефону вешают сказки самые замечательные. Все дадим, дорогу оплатим, подарки дадим, цена низкая, приезжайте, покупайте. Это все самый натуральный развод. Верить в чудеса, что там у официального дилера на сайте какие-то расчеты есть, всех этих расчетов еще нужно добиваться. Вот я вам живой пример. Показал, зашел, посчитал кредит. Скидка как бы есть, но скидки как таковой тоже нет. Соответственно, тоже на то, что вы покупаете. Никакой выгоды дополнительного вы для себя не получаете. Отмечу, что каждая покупка, это индивидуально. Естественно, нужно прозванивать, все считать. Вполне возможно, что где-то предложение будет более выгодное. Такое может быть запросто. Но этого всего нужно добиваться. Если речь пойдет про более востребованные автомобили, то там и вовсе будут и доп. оборудование навешать, и кредит пустой никто давать не захочет. Потому что все прекрасно понимают, что машина востребованная, и на ней можно заработать. Вот такая она реальность. Чудес никаких не бывает. Поэтому ставьте лайк этому видеоролику, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала. Дальше будет больше полезных, интересных сюжетов на разные темы. Я с вами не прощаюсь. Я вам говорю, до новых встреч. Пока-пока.